Друзья, всем привет! Подвалила новая порция отличных новостей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с очень важным заявлением «Трудности еще впереди». Именно такую фразу мы мечтаем услышать от представителей власти после 20 лет эпохи их правления. Дмитрий Песков высказывался по поводу экономической ситуации в стране. И сказал, что все экономические проблемы, они еще не все позади. Многие еще только нас ожидают. И, конечно, мы должны понимать, что по итогам этого года, в последнем квартале, у власти просто закончатся бюджетные средства, отвечать даже по тем убогим социальным обязательствам, которые они пока еще имеют. Естественно, начнут резать социальные программы, вводить новые штрафы, новые поборы, тарифы, повышать цены. И, собственно, это отразится на каждом гражданине нашей страны. Вот такие вот заявления о том, что, ребята, у нас тут не все очень хорошо, не все очень гладко, есть определенные трудности. Это фраза, которая предшествует всегда, во всех случаях, просьбам гражданам. Затяните пояса, войдите в положение, потерпите еще чуть-чуть, нам нужно время на раскачку. И в данном случае это вполне себе своевременно. Дмитрий Песков отвечал на вопросы по поводу всей этой ситуации с ковидом-19, с кризисом. И, собственно, что власть не очень хорошо справилась, и где, собственно, отставки людей, которые получают зарплату ни за что. Они, собственно, бездарь и в лучшем случае просто ничего не делают, в худшем случае еще и наварились на этом, разворовывая наши бюджетные средства. На что Песков, сославшись на слова президента Владимира Путина, сказал, что вот Владимир Владимирович Путин, он вот против увольнения. Уволить это самое простое. Гораздо сложнее сформировать эффективную команду, которая будет вот так вот работать. Е-мое, более нелепые отговорки, чтобы прикрыть вот эту вот убогую команду и найти хотя бы какие-то поганные аргументы, чтобы это дело, ну, просто их не выгнать к чертовой матери или не пересажать, да, власть же своих не сдает. Более нелепо просто нельзя это было сформулировать. И в данном случае мы видим, да, что как бы они неэффективно, неэффективно работали, да, их все равно будут оставлять на их местах вот под такими вот абсолютно никчемными предлогами, да, что уволить легче всего. Да надо его не увольнять, надо пересажать в чертовой матери половину состава правительства, да, чтобы остальное понимало, что теперь будет спрос. А так, по-хорошему, все полностью, да, весь состав правительства и всю эту чиновничью структуру и все правоохранительные, значит, вот эти вот системы, да, судебную власть, которая показала свою полную неэффективность, полную неработоспособность, да, а именно, да, что они умеют работать, но не в наших с вами интересах, не в интересах народа, а в интересах самих себя, да, где рука руку моет, друг другу прикрывает, и ты можешь воровать миллиардами, ничего тебе за это нету, даже в условиях коронавируса, да, когда самые богатые люди в нашей стране каким-то образом умудрились еще и десятки миллиардов долларов заработать и пополнить свое благосостояние. В целом, вот эта позиция Дмитрия Пескова должна нами встречаться максимальным негодованием и активностью, максимальным, значит, ну, противодействием в интернете, потому что, собственно, он это говорит для того, чтобы людей вести в заблуждение. Мы же, сознательно прогрессивная часть общества, должна понимать эту опасность и, собственно, принимать меры, да, для того, чтобы людям открыть глаза, потому что, когда Песков говорит о том, что, собственно, там у нас работает эффективная команда, ну, покажите мне хотя бы одно направление, значит, работы власти, где у нас было бы что-то эффективно. По-моему, везде, да, коррупция, разброта, шатание, ничем хорошим для нашей страны это не закончится. Большая просьба помочь распространить этот видеоролик, написать ваше мнение в комментариях и поставить этому видео лайк. На сегодня все, с вами был Николай Бондаренко, боритесь за свои права.